Особый взгляд на то, что происходит с УЖКХ, на долги, на проведение санации, разделение на разные предприятия имеет секретарь городского совета Владимир Борисов. Его точка зрения и что нужно делать с УЖКХ вашему вниманию? Прежде чем отвечать на вопрос, что нужно делать, нужно объяснить, что реально происходит с нашим коммунальным предприятием, скажем так, с основным нашим коммунальным предприятием, стратегическим я бы даже его назвал, от которого зависит жизнедеятельность города. Во-первых, нужно объяснить, что такое санация. Санация – это, скажем так, уход от банкротства, то, что сегодня происходит, то, к чему мы долгое время шли, уход от банкротства, говоря там языком близким юридическим, это оздоровление предприятия, финансовое оздоровление предприятия. Если нам удастся уйти от банкротства к санации, это очень трудный путь, и для того, чтобы, скажем так, перейти к нему, прежде всего, нужно понимать, откуда у нас все-таки взялись такие огромные долги. Я почему говорю огромные, потому что они действительно имеют, скажем так, цифру сопоставимую, я не знаю, ну, наверное, со стоимостью всего коммунального предприятия и его балансовое имущество. По моим оценкам, по тем цифрам, которые я сегодня могу озвучить, это более 200 миллионов гривен. То есть первое, от чего нужно отталкиваться, это откуда у нас взялись такие долги. Вот, я настаивал бы на полном финансовом аудите предприятия, деньги на которые выделила сессия, но, скажем так, никому из депутатов, насколько мне известно, сегодня неизвестно, был ли проведен этот аудит и результаты этого аудита. Вот, повторюсь, для того, чтобы понимать, откуда взялись долги, об эффективности работы предприятия, где у нас есть, скажем так, промахи в этом. Вот, и далее, уже отталкиваясь от этого, понимать, то есть, каким образом мы будем финансово оздоравливать наше предприятие. А финансово его оздоровить можно только через, скажем так, основные моменты, которые прописаны в плане аудита. Ну, давайте назовем три из них, то есть озвучим, скажем так. Первое, как написано в финансовом плане аудита, это приведение тарифа на отопление экономически обоснованного. Вот, тут у меня есть некоторые сомнения по этому поводу, а не будет ли часть вот этого финансового оздоровления произведена за счет тарифа и за счет, опять же, тех, кто ранее платил за тепло и, повторно, покупая тепловую энергию, будет фактически оплачивать эти долги. Второе, это продажа части имущества коммунального предприятия. Оно тоже предусмотрено планом санации. Ну, опять же, имущество, которое сегодня находится на балансе КПУ ЖКХ, это имущество, необходимое для обеспечения жизнедеятельностью города. То есть продажу эту будет проводить, опять же, подчеркну, не мы, будет назначен фактически керующий санации, который назначается судом по представлению, насколько я понимаю, той организации, которой мы должны фактически деньги. Это Нафтогаз Украины. Тут у меня есть тоже некоторые опасения, потому что ту фамилию, которую озвучили, из неподтвержденной информации, из сети интернет. Ну, эта личность, скажем так, была замечена в некоторых скандалах, поэтому у меня тоже есть определенные опасения по этому поводу. Третий источник финансового оздоровления предприятия – это городской бюджет. То есть ежегодно на протяжении почти четырех лет городской бюджет должен будет выделять по 9,5 миллионов гривен, это не считая текущих долгов, я подчеркиваю, это только долги по санации, по 9,5 миллионов гривен для того, чтобы погасить этот долг. Это тоже немалые деньги, я напомню, что это фактически деньги жителей города Славутича, деньги налогоплательщиков. То есть, опять же, эти долги будут погашаться за счет денег фактически населения. Поэтому тут возникает масса сомнений о целесообразности проведения таких мероприятий. У меня было предложение, то есть мы его озвучивали на сессии, каким образом выйти. Да, оно тяжелое, оно, скажем так, самое тяжелое финансовое из тех, которых было предложено. Но я считаю, что это наиболее эффективно для того, чтобы нам как минимум сохранить предприятие. Потому что сегодня самая большая опасность в той ситуации, которую мы имеем, это первое. Мы неизбежно столкнемся, что кирующий санаций будет проводить сокращение персонала. Мы потеряем персонал коммунального предприятия. А это за собой потянет, естественно, социальное напряжение. Ну это предположение, мы же не знаем. Мы не знаем ни фамилию его, ни его действия. Скажем так, это уже неоднократно озвучивалось. Поэтому я думаю, что с большой степенью вероятность сокращение на коммунальном предприятии будет произведено. Причем это сокращение будет довольно большое. Вторая опасность – это неоднократные заявления кредиторов, текущих кредиторов о том, что они хотят забрать часть имущества КПУ ЖКХ. Ну будем говорить прямым языком, это сети. Если кто-то, ну многие просто не понимают все как бы подводные камни вот этой ситуации, которая происходит, то самое ценное, что у нас есть вот КПУ ЖКХ – это сети. То есть они хотят выкупить сети и делать их собственностью? Они хотят их забрать за долги, давайте так скажем. Забрать в собственность или забрать в аренду – это уже вопрос десятый. Вопрос, что они хотят их забрать и управлять этими сетями. А сети – это подключение новых альтернативных источников энергии. Ну имеется в виду новых котелин, которые… Это подключение нашего коммунального предприятия. То есть сегодня, если мы… вопрос даже не столько стоит непосредственно в самом КПУ ЖКХ, сколько в самом, скажем так, стратегическом вопросе – это сети КПУ ЖКХ. Мы с вами понимаем, что если мы теряем сети, мы теряем фактически, ну скажем, регулирующий процесс над тарифообразованием. Да, они будут согласовывать с нами тариф, но это будет тариф тех, кто сегодня будет фактически владеть сетями. Вот. И первое, что я считаю необходимым сделать, это все-таки, как я уже говорил, это, ну, выяснить, откуда у нас накапливаются такие сумасшедшие долги. Мы за последние, за последние буквально два отопительных сезона по несколько десятков миллионов гривен оказались должны нафтогазу. То есть, ну, по какой причине мы не платили? Я понимаю, что найдется очень много людей, которые скажут, не так все плохо, не так все это… Ну, извините, накапливать за один отопительный сезон там до 50 миллионов гривен долгов, но я считаю, что это не то, чтобы не так уж плохо, это вообще, ну, это тупик. Ну, то есть, мы с вами понимаем, что дальше будет только хуже. Вот. Плюс, ну, давайте, если будем говорить уже откровенно до конца, почему-то эта информация не преподносится никому, и никто о ней практически не знает. Каждый месяц подачи горячей воды в город вне отопительного сезона минус 2 миллиона гривен, ну, там плюс-минус. Ну, в разные месяцы по-разному я, у меня есть цифра 2 миллиона гривен. Если вас устроят полтора, хорошо, пусть будет полтора, но даже полтора миллиона, давайте посчитаем, у нас отопительный сезон закончился, далее апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев, мы даже если 5 месяцев по полтора миллиона гривен, это уже получается 7,5 миллионов гривен. То есть, мы сознательно идем на эти убытки, я понимаю, что есть определенные санитарные нормы, есть там потребность населения в получении этого продукта, я все это понимаю. Но в данный промежуток времени, когда мы и так в тяжелой ситуации, тратить еще на вне отопительный сезон 7,5 миллионов убытков, прямых убытков коммунального предприятия, но я считаю, что это путь в никуда. Я считаю, что в принципе за эти деньги мы бы уже могли повесить за счет городского бюджета, ну, так, давайте я грубо скажу, за счет городского бюджета по бойлеру в каждую квартиру и вообще забыть о вопросе горячей воды. Там проблемы, насколько я понимаю, ну, грубо говоря, в грубом воровстве, когда ставятся счетчики, ставятся магниты, другое дело, что МЖКХ пока не находит способа. Есть этот способ, наклейки эти ставятся. У моего кума в кафешке лопнула одна ячейка из четырех вот этих вот на электрическом счетчике. Ему посчитали полное сечение кабеля с момента последней проверки, умножили, и он сейчас влетел почти там на сто с чем-то тысяч в электроэнергию. Вы можете, почему мы не можем поступать точно так же? Потому что мы боимся какого-то резонанса. Люди должны понимать, что магнит на счетчик – это воровство. Это никак не отличается от того воровства, когда вы там украли в магазине колбасу или ограбили банк. Никак абсолютно не отличается. Или пошли у кого-то из кармана кошелек вытащить. Это никак не отличается. Это воровство. Точка. Это позорно. И люди должны это понимать, потому что они экономят сами копейки фактически. Я понимаю, тарифы, я понимаю, это тяжело, люди в тяжелом состоянии и все остальное. Но люди должны понимать, что они экономят фактически копейки на этом, свои личные, гробят целое коммунальное предприятие, которое все равно будет содержаться потом из средств городского бюджета, датироваться для того, чтобы его держать на плаву. Как вы относитесь к тому, что у ЖКХ для того, чтобы уменьшить расходы на содержание, разделено на несколько предприятий? Ну, эту точку зрения я выражал, скажем так, неоднократно. И я, скажем, был противником того, чтобы КП у ЖКХ разделяли. Потому что, понятное дело, разделяя одно большое предприятие на несколько маленьких, мы, как минимум, увеличиваем административный персонал. Это не секрет. Мы можем свести сейчас полную математику, посчитать, сколько было на содержание АУПа, сколько сейчас стало по всем коммунальным предприятиям. Кроме того, если же мы нашли поддержку, скажем так, не мы, а те, кто лоббировал эту идею, нашли поддержку в городском свете, и все-таки было разделено коммунальное предприятие, то нужно было этот раздел проводить до конца. Почему до конца? Потому что именно сейчас вот в этом и самая большая проблема. Если бы мы в свое время выделили сети, теплосети в отдельное коммунальное предприятие, сейчас бы интерес в самом КПУ ЖКХ, у кредиторов, ну, скажем так, был бы намного меньше, мягко выражаясь, потому что там бы не было теплосетей. С моей точки зрения, может, не идеально, но близко к такому хорошему коммунальному предприятию, да, они с долгами, да, они там не совсем, у них там все хорошо, но, скажем, из всего их положения, всех коммунальных предприятий, у них более-менее, это Славутич водоканал, да. Вот они пошли, они быстро забрали сети, быстро организовали работу, получили лицензию, вот, и, в принципе, они сегодня отдельное коммунальное предприятие, которое имеет самую слабую зависимость и среди всех остальных от КПУ ЖКХ. Я считаю, что коммунальное предприятие наше нужно максимально сохранить в нашем управлении, не просто сохранить, оно, понятно, никуда не денется, кому бы оно не принадлежало, оно будет работать и не будет возможности его просто взять и закрыть, потому что, понятно, те, кто придут, они будут на этом зарабатывать деньги, вот, и второе, по максимуму сохранить персонал, вот, для того, чтобы люди просто не разбежались, потому что это кадры, которые за один день не воспитываются, и завтра, если нам нужны будут люди, которые умеют разбирать, бухгалтера, механики, слесаря, сантехники, экономисты, мы их просто так вот ниоткуда не возьмем.